В Севастополе к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков создадут исторический фотоальбом. Центральная городская библиотека имени Льва Николаевича Толстого запустила новый проект. Здесь ведут сбор исторических материалов от жителей и организаций, документов, писем, фотографий из личных архивов. Их электронные копии станут общественным достоянием. Они будут доступны в том числе и в интернете. Альбом расскажет о периоде с 1944 по 1954 годы освобождений от немецко-фашистских захватчиков и начале восстановления города-героя. Специалисты отдела краеведения работают над формированием фотоальбома к 75-летию освобождения города Севастополя. И фотографии, которые будут отобраны нами и вами, почему мы призываем вас, пожалуйста, приходите, приносите, войдут в этот альбом. Это и есть наша с вами память. Это и есть наша с вами история. Около 1300 фотографий уже пополнили фонд библиотеки. Альбом будет состоять из двух частей – периода освобождения и восстановления Севастополя. Издание презентует 7 мая. Вторую часть фотоальбома планируют издать в следующем году. Ее посвятят 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Фотографии несут потомки людей, восстанавливающих, освобождавших наш город. Дети, внуки, вдовы этих людей. Иногда приходят сами участники тех событий. Люди считают своим долгом донести до нынешних поколений все то, что пережито за долгие тяжелые годы оккупации и восстановления нашего города. Город-герой, город-труженик. Большой проект Центральной городской библиотеки имени Льва Николаевича Толстого и 40 ее филиалов. Он посвящен 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Специалисты учреждений не только создадут исторический фотоальбом, но и проведут множество выставок, уроков истории, лекций, экскурсий по местам боевой славы. Итоги подведут в сентябре на 4-й межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека как хранитель и проводник культурно-исторического наследия». Субтитры создавал DimaTorzok